Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот. Сегодня я проведу я, Анастасия Осмоловская, звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня в гостях у нас врач-хирург, клинический психолог, доктор остеопатии, специалист по психосоматике Илья Азаренок. Добрый день. Добрый день. Все ли правильно, все ли ваши заслуги на сегодняшний день перечислены? Ну, в целом, да. Вы гастрольный врач, скажем так, гость, приехали к нам из Санкт-Петербурга и сегодня будете рассказывать, сегодня и завтра будете рассказывать о том, как, ну, я так понимаю, что психосоматика все-таки главная тема. Да, главная тема моего приезда и моей работы нынче, да, это, конечно, психосоматика, хотя, ну, в моем, да, арсенале. То есть, я закончил и хирургию, да, обучился в хирургии, и остеопатии, да, не просто доктор остеопатии, доктор остеопатии Европы. Да, это... Ну, значит, у меня есть европейский, да, диплом. Вот, но сейчас именно больше, да, занимаюсь психосоматикой, но вот в какой-то момент, как я уже часто говорю, что я отошел немножко, скажем так, от темы остеопатии, ну, как бы от тела немного, да, отстранился, решив вдруг для себя, что психосоматика прям практически волшебная таблетка, но понял вот не так давно, что все-таки нет. Нужно работать, сочетать, сочетание методов, оно всегда наиболее эффективно, да, то есть, если тело уже в каком-то, да, паттерне, скажем так, живет, да, оно привыкло в какой-то... Какой-то в кайф... В зажатости, как кружина. Ну, да, в какой-то, да, скажем так, не знаю, как это правильно, в какую-то форму, да, приняло, то убрав причину, конечно, это здорово, убрать причину психосоматическую, практически всегда она психосоматическая, это хорошо, но помочь телу раскрутиться обратно, да, восстановить наиболее максимально эффективный и эргономичный, скажем так, паттерн движения, нужно, нужно все-таки делать это все руками, чтобы это было еще лучше. И плюс, и вот сейчас я очень близко, скажем так, начал общаться с моей коллегой, ну, она занимается психосоматикой, но она еще долгое время занимается нутрициологией и питанием, и вот этим всем, я понимаю, что здесь, ну, тоже без этого никуда, потому что человек – это такая цельная структура, да, и зная остеопатию, мы ищем всегда причину, и причина очень часто не там, где она, где болит в теле, да, допустим, но зная психосоматику, мы понимаем, что причина может быть и не в теле, да, и зная, что причина может быть еще и в питании, и в нарушении там обмена веществ. То есть, хорошо вот это все бы знать и на всех уровнях работать. Это возможно вообще в современном мире? Бывали у вас такие идеальные пациенты, с которыми вот он к вам пришел, вы спокойно разобрались, дошли до причины, смогли как-то с ней работать, потом на профилактику еще поработали? Это же долгий путь, это не, как мы привыкли, мы приходим к врачу, выпишите нам то-то-то, спасибо, через неделю там уже плюс-минус здоровые, дальше побежали. Ну, вот в чем мое убеждение, что здоровые относительно простого врача, да, это очень такая самая тема, потому что, ну, я не могу сказать за Латвию, да, наверняка, но, я думаю, примерно похожая, да, мировая практика, что все-таки медицина такая традиционная, она склоняется больше к лечению симптомов. Да, вот, поэтому сказать, что ты здоров, когда у тебя что-то не болит, а не болит оно потому, что ты пьешь обезболивающее, ну, нет, ну, ты не здоров, потому что у тебя болит по определенным причинам, да, которые можно установить, проработать, и тогда у тебя не будет здесь болеть никогда, допустим, да, и, ну, или практически там никогда, вот, а глушить все время это обезболивающее, ну, это странно, ну, это странно. У вас тема вашей лекции, вашего разговора, если скорее так это можно назвать, я так думаю, что и вопросы будут, не только рассказ. Я надеюсь, что будут вопросы. Почему болеют дети и почему взрослые? Вот относительно детей психосоматика, насколько у ребенка 2, 3, 4 года, у него уже причина болезни в чем-то заложена? Сейчас попробую рассказать, да, то есть, теория психосоматики говорит о том, что до 5, другая теория говорит, до 7 лет у детей нету, скажем так, ну, не то, что нету, оно формируется, критическое мышление, да, так называемое, и у него практически нет своих проблем. Да, и суть в том, что до 5-7 лет все, что происходит с детьми чаще всего, ну, там, в абсолютном большинстве процентов случаев, это мамины, да, какие-то, ну, проблемы, скажем так, ну, или папины бывает так. Но часто бывает, что, да, проблема у папы, ну, окей, он не так часто общается с ребенком, ну, в силу, представляете, да, жизненных наших работ и все такое. И вот мама реагирует как-то на папины проблемы, и уже ребенок считывает все равно мамины состояние, да. Вот чаще всего так, то есть до 5-7 лет я работаю лично с детьми через маму, ну, то есть я, мы ищем и мамины какие-то моменты, да, находим их, и проработав их, состояние ребенка улучшается. Будь то аллергия, будь то заикание, будь то там псориаз, неважно, вообще неважно. Это реально работает? Я думаю, что у наших слушателей тоже вопрос. Как, поговорив вот так вот, не знаю, сколько занимает найти проблему мамину, и два сеанса, три сеанса, и у ребенка пропадают аллергии? Ну, в моей практике обычно это даже, ну, один-два сеанса. Ну, вот как-то так. Причем я работаю еще и онлайн, да, то есть иногда не нужно личное присутствие. Просто по WhatsApp, по видеосвязи, там, связываемся с мамой, говорим, говорим, ну, правда, одна сеанса длится полтора-два часа, это не пять минут все-таки, вот, но через полтора-два часа, да, мы решаем, не то, что находим, да, у тебя вот аллергия у ребенка, потому что, иди, меняйся, нет, мы конкретно решаем, да, определенные задачи, ищем, да, где она научилась, мама, да, научилась как-то реагировать на какие-то вещи, меняем, скажем так, эту вот схему реакции, вот эту, с негативную на позитивную, она больше не так не реагирует, не реагирует, у нее нет этого состояния, ребенку не считает негативное состояние, и у него просто, ну, проходит все само собой. 672-12-93-9, 672-13-93-9, я упомянула наших слушателей, вы нам звоните, задавайте свои вопросы, у вас уникальный шанс, мне кажется, потому что, слушая все это, кажется, что у нас не врач, а не доктор, а волшебник с волшебной палочкой сидит, и 2-3-0-6-1-9-1, наш ватсап, можете писать здесь. Вот вы про маму, ну, наверное, и про папу тоже, про родителей, да, скажем так, рассказываете, но это же все теория, можно сказать, там, не раздражайтесь, не говорите при ребенке то-то, то-то, но на практике ведь это сложнее сделать? Очень часто, очень часто в моей практике, да, приходит человек, говорит, я все знаю, я читал книжки, я там хожу к психологу пару лет, я все знаю, все свои проблемы, я работаю над этим, окей, но почему-то эффекта нет, да, допустим. Или бывает так, что в процессе работы я говорю какие-то, да, там, вещи, какие-то, какие-то, ну, условно, скажем, постулаты, да, и в конце пациент говорит, что, ты знаешь, я же, ну, я же знаю все это, ну, то есть, это же такие банальные вещи, ну, ты как-то это так сказал в какой-то такой момент, и мне что-то перещелкнуло в голове. То есть, мы много чего знаем, но мы очень часто не знаем, как это применить. Не раздражайтесь, ну, классно, ну, а как? Ну, то есть, ну, а как? Если я уже, ну, я уже реагирую. Мы меняем именно эти реакции, мы с этим работаем, да, то есть, да, не раздражайся, но почему? Ну, вот потому, а где ты этому научился? И мы находим, где ты этому научился, и меняем стратегию реагирования. Ну, хорошо, вот у нас сейчас две минуты до перерыва на новости рекламу, вот вы мне говорите, не раздражайся, я вас спрашиваю, как? А я спрашиваю тогда, можно на ты, да? Да, да. Где ты научилась раздражаться? Ну, где ты научилась? Это хороший вопрос, это с детства идет, наверное. Окей, ну, давай. Раздражителей-то много, мы уже видим, как раздражаются наши родители, учителя, знакомые. Конечно, но зачем нам брать это в свою систему? Зачем мне брать в систему вот это, ну, это же не рациональное действие, раздражение. Мы возвращаемся туда, где ты еще не научилась этому всему, и там разреши себе не брать чужие схемы в свою жизнь, в свое мировоззрение. Не бери. Вот представь, что тебе один день в животе у твоей мамы. У тебя один день в животе у твоей мамы, ты еще ничего не знаешь, ты еще ничему не научилась. Да, ну, разреши себе не брать их раздражение. Что я типа носили зверю, вообще взглядом смотрят. Видеть его, да, видеть его, осознавать, что да, окей, это раздражение, мама может раздражаться, папа может себя чувствовать плохо, там, нехорошо. Учителя могут там, да, выходить из себя или еще что, но окей. Это просто, ну, как телевизор, посмотрела так, ну и пошла дальше. То есть такая абстрагироваться вообще от всего. Ну, можно так сказать. Примем звонок, у нас перерыв на новости рекламы уже совсем скоро, поэтому надевайте наушники, выбирайте любые, какие вам симпатичные. Попрошу очень коротко задать вопрос, попробуем перед перерывом, может быть, ответить или уже после. Здравствуйте. У меня два маленьких вопроса, извините, я уже как-то раз задавал, вот, совсем недавно, на четвертом году. У меня такой вопрос. Если человек обозначил инсульт, он же, как это дело, возобновит, ну, мозговое кровообращение, как бы, улучшить его навыки передвижения. И второй у меня маленький вопрос. Вот, как его, можно ли на начальных стадиях, допустим, определить начальные стадии онкологии? Вот, или это только, может, с помощью, там, томографии, там, компьютера, ну, в общем, современных, и можно ли потом помочь этому делу при онкологии? Спасибо, спасибо. Уже после прерыва на новости рекламу наш гость ответит на эти вопросы, попробует, по крайней мере, да? Врач-черур, клинический психолог, доктор остеопатии, специалист по психосоматике Илья Азаренок сегодня у нас в студии. Говорим мы о том, почему болеют взрослые, почему болеют дети, и как психосоматика вот так вот по волшебству, а на самом деле нет, большая-большая работа проделывается, помогает, Илья помогает. В перерыве мы вот затронули тему аллергии, с чем больше всего обращаются людей, к врачам-специалистам по психосоматике? На самом деле, к разным врачам, к разным специалистам по психосоматике обращаются с разным, но ко мне почему-то обращаются чаще, да, с аллергией, и чаще всего с детской, да, то есть, именно процентов, вот, вирус 70-80, это вот эти всякие кожные проявления, да, там, ну, или, ну, что-то такое. Вот. Вопрос в чем? Вопрос в том, да, с какими болезнями чаще всего обращаются, и звонок у нас был до перерывной новости рекламу, спрашивал наш слушатель про последствия инсульта, можно ли как-то улучшить состояние с помощью остеопатии, наверное, и психосоматике. Я уверен, что да, можно улучшить состояние, инсульт просто такое дело, ну, ну, скажем, когда нарушаются функции, да, двигательные больше, я думаю больше здесь, конечно, про остеопатию, но я всегда теперь, я говорю, сочетание методов, да, потому что инсульт тоже не бывает просто так. То есть, какие-то есть предпосылки, надо поискать, посмотреть, в чем причина, то есть, психосоматически, даже в таких случаях, вот. Но для того, чтобы улучшить качество жизни, да, сейчас, в данный момент, просто установить движение, да, и хотя бы его улучшить как-то, конечно, остеопатия. Причем это, я думаю, будет курс, это не будет одно, там, кто бы там не казался магом каким-то, то есть, это работа такая, да, то есть, нервную систему надо, ну, скажем так, перепрошить немножко, да, то есть, ее восстановить нервную, мышечную и их взаимодействие, то есть, это такое, ну, как реабилитация, да, можно так сказать. И про рак возник вопрос у нашего слушателя, это такой очень справедливый вопрос, ведь, наверное, даже, не знаю, бабушки наши, когда мы про психосоматику еще ничего не слышали, да, но уже говорили, что там вот у кого-то там тетя Нина раком заболела, потому что она злая была, или там, потому что никогда там ничего не говорила, не выговаривалась. Можно как-то предвидеть и обнаружить на ранних стадиях? Предвидеть и обнаружить на ранних стадиях, ну, то есть, если могу ли я обнаружить на ранних стадиях рак, ну, скажем так, это неправильно, да, то есть, надо все равно диагностику, мы не отрицаем официальную медицину, абсолютно нет, то есть, там. Это не ясновидящие, которые рукой поводили ее. Да, то есть, я могу как-то, работая с человеком, я не могу сказать, да, что у вас, наверное, сейчас там будет через год рак, ну, это такое, действительно, что-то про ясновидение, нет, просто проработав с ним сегодня какие-то его моменты, возможно, мы предотвратим это возникновение, но вряд ли мы узнаем. Там, ну, возникнет он или не была такая предрасположенность, скажем так, что у всех нет правил, скажем так, да, все люди абсолютно разные. Кто-то живет там в злобе, там, обиде, там, много лет, и он живет, и ничего с ним не происходит, ну, условно скажем, да, а кто кому-то хватает чуть-чуть там обижаться, и у него нарушается система. То есть, вопрос в ресурсе каждого человека, в его, в комбинации вот этих его, там, психологических, да, конфликтов. Ну, а как понять, к какому врачу-специалисту обращаться? Потому что, если мы, например, понимаем, что вот я нервный, мне не хватает терпения, из-за этого у меня летит здоровье, значит, мне надо пойти к психологу, а не к психосоматику. Как вот, как разделить это и понять, к кому бежать? Ну, правил нет, опять же, да, то есть, кому, кому что, кому что ближе. Ну, вот про нервных, допустим, вот мы вчера с ребятами, с знакомыми встречались, да, с моими, они здесь учатся в Латвии, и одна вот, ну, подруга, можно сказать, моя, она говорит, что, слушай, ну, она меня началась расспрашивать про психосоматику, говорит, я говорю, а что ты так интересуешься? То есть, какое-то такое… Лично заинтересованность. Да, 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 она говорит, да, просто пришла пациентка, я ее видел раньше, она была, ну, очень тревожная, очень такая вот, и, как бы, забегая вперед, мы знаем, что именно поэтому у нее там долго не наступала беременность, да, допустим, то есть, она не могла забеременеть. Тут она пришла, она говорит, я, у нее вообще другое состояние, у нее другое состояние, она не тревожная, она спокойная, она другая по вот, ну, то есть, из тебя по-то же качеству тканей, да, скажем так, оцениваю, она другая, то есть, ну, и физически, и психологически. На ощупь. Что ты с ней сделал? Я говорю, ну, вот поговорили пару часов, и все прошло, то есть, ну, кому-то это подходит, кому-то надо несколько лет ходить к психологу, ну, то есть, кто на что готов. Вот жена моя, допустим, да, она прошла две или три сессии, когда у ребенка была аллергия, и аллергия прошла, да. У специалиста по психосоматике? У специалиста по психосоматике, моего учителя, да, одного из моих учителей, вот, да, и мы мучились года четыре, наверное, я говорю, дошли до главного аллерголога Северо-Запада, и он говорит, что, да, не ешьте, исключите вот эти продукты, мы такие, классно, мы год уже исключили их, и аллергия есть. Две или три сессии понадобилось, чтобы аллергия прошла, ну, вот на тот момент абсолютно, то есть, из ребенка, который постоянно чесался, у него кожа там прям пластом слезала там на лице, допустим, такой участок, вот, и он просыпался от того, что он себя расчесывает, ну, это было, да, очень так тяжеловато нам всем, вот, но это прошло, да, и... Но дальше была возможность у жены, как бы, прорабатывать еще дальше свои моменты, и она пошла к одному, подошла к второму, я пытался с ней работать, со своими, ну, так всегда, непросто, вот, она, ну, как бы, у нее работа дальше не пошла, допустим, А она пошла сейчас к обычному психологу, ходит, и, говорит, мне этот метод просто ближе, и он понятней, да, он может быть более медленный, скажем так, да, то есть, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там, раз в неделю, раз в две недели, какие-то там, мы что-то проходим на сессии, потом какие-то там домашние задания, но, говорит, мне как-то проще, когда вот более структурно, что ли, более логично, вот, мне, для меня это, ну, скучновато, честно, мне, мне прям прикольно сделать быстро, раз, два, и все, и готов. Ну, вот это, это и, ну, для обычных людей, которые, может быть, не так внедряются в это, не так погружаются в эту тему, это и странно, что просто от разговора, или, там, остеопат, это врач, который работает руками, он там пощупал, здесь пощупал, тут повернул, там повернул, и вот уже вышел не с кривой спиной, а с ровной спиной, например, ну, вот, как это работает, я, вот, это сложно понять. Нет, я сейчас тоже так просто все, да, рассказываю, что вот оно как-нибудь, а я же не верил ни во что вообще из этого. Вот у вас вообще очень такая, вы от врача-хирурга классического медицинский институт, ваша первая профессия хирург, вы, то есть, вы постепенно, сначала у вас был хирург, потом остеопат, уже чуть ближе, и потом уже психосоматика. Да, 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 именно так, именно так. Вот почему такой путь, и как вы от традиционной-традиционной медицины чуть-чуть отошли? Ну, штука в том, что где-то классе в восьмом, наверное, я призадумался о том, кем бы мне бы стать, ну, вот, и, в принципе, там, вот, пост сегодня выложили, что у меня такое впечатление, ну, представление, детское представление было, что, ну, вот, есть техническое, есть гуманитарное образование, технарь – это такой, ну, дядька с ключом буквально, там, ну, что-то такое, делающий руками, и гуманитарий – это такая девочка, там, литератор, экскурсолог, что-то такое, я не понимаю, что… Словиком Пушкина. Да, я не тут, я не тут, думаю, что-то вот посерединке, я такой, о, врачи, если было такое чисто умозрительное заключение, так, врачи, они много знают, как гуманитарии, и что-то делают руками, ну, как хирурги, допустим, да, то есть, достаточно технические, ну, вот, врачи, а плюс еще идея спасать людей, ну, классно же, здорово, эгои там, ну, вот этот какой-то, да, ну, типа того, да, максимализм, перфекционизм, что-то такое невероятное, ну, потом был какой-то психологический, да, тест там в школе тоже, где, опять же, да, медицина окей, типа, прям здорово, я призадумался, но я призадумался настолько сильно, что я в 10-й класс уже пошел в специализированный, это лицей называется, медицинский лицей, и мы учили там достаточно серьезный был уровень подготовки, и биологию я не открывал в медицинском институте год точно, а то и полтора, я просто иногда так посмотрел в конспект, конспект школьный, да, и мне хватало, то есть, нам давали такую прям основу, ну, почку очень мощную, вот, ну, и перед тем, как пойти в лицей, по-моему, тогда это было как раз в классе в 9-м, может быть, в 10-м уже, ну, то есть, мама со своей одноклассницей договорилась, она оперирующая, операционная медсестра, она говорит, ну, сходи в больницу, посмотри, ну, с той стороны, может быть, вообще не твоё, я сходил, оставил операцию спокойно, и только в конце она подошла ко мне, слушай, я говорю, забыл, у тебя на шатырь дать, ну, на шатырь, а зачем? Говорит, ну, как бывает, ну, как бы плохо люди остались, я говорю, плохо, да, ну, не знаю, мне прекрасно, она говорит, ну, всё, иди в медицину, окей, вот, я пошел, я пошел с этой идеей спасать людей, а придя туда, я понял, что там, ну, не так всё, не так всё радужно, в том плане, что, как я говорил, даже такая симптоматическая терапия обычно, то есть, сопли, там, насморк, ну, на тебя попшикай в нос, и как бы, всё прошло, ну, то есть, ну, по сути, ты сузил сосуды, да, меньше эксудата, но это не то, а причина в чём? Ну, вот, и как бы эта теория с юрисами и бактериями тогда прокатила, а потом-то я понял, что и здесь что-то, ну, нет, ну, чего-то не то, да, и, ну, там, я могу долго про это рассказывать, но суть в том, что у меня, я зачаровался просто в этой медицине, такой, ладно, терапия точно нет, но хирургия, тут же всё понятно, то есть, болит живот, там, скорая, приехали, да, открыли живот, ага, вот, там, аппендицит вырезали, всё, не болит живот, вроде логично, хотя я сейчас тоже рассказываю, потому что, ну, как бы, а почему аппендицит-то, почему, то есть, мне тогда оказалось, сейчас я тоже понимаю, а почему, как нам говорили, тут недавно, кстати, призадовался тоже, эти байки, да, то есть, есть семечки, скажу, расскажу рост, тогда будет аппендицит. Да, и эти яблоки с огрызками. Да, 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 хотя у меня жена, вот, я не знаю, слушать, нет, она всю жизнь ест яблоки с огрызками, она там... Как аппендицит? На месте, ну, то есть, аппендикс на месте, аппендицита нету, да, то есть, всё в порядке, это, и для меня был шок, когда она ест яблоко с огрызками, я говорю, что, а почему, она говорит, ну, там же, там же семечки, там же полезно, там вообще полезно, и, по сути, там полезно, а, ну, страх, страх, а кто-то ест и ничего, а кто-то не ест, у него аппендицит, то есть, ну, как бы, может быть, всё-таки не семечки с огрызками, да, может, что-то другое, вот, и психосоматика, она даёт ответы на все эти вопросы, то есть, почему аппендицит, почему... Это каждый человек индивидуально, или есть такой вот список, мы знаем, что, ну, вот несколько лет назад, когда психосоматика вообще возникла в умах масса, не знаю, там можно найти классические таблицы, болит горло, значит, не договорили, болит голова, значит, там мысли лишние и так далее, там болит в районе груди лёгких и прочее, прочее, в общем, прям, можно найти много табличек и много информации, интересная, наверное, для самих специалистов во психосоматике иногда посмотреть и посмеяться над этим, возможно, или нет, или это правда так, и можно какие-то вот эти параллели для всех провести людей? Ну, можно попробовать провести параллели, но, вот, я говорю, есть такие стандартные таблицы, типа Луиза Хей, там, и так дальше, да, вот эти авторы известные, но они, ну, для меня слишком, ну, примитивны, да, то есть, слишком как-то, ну, совсем упрощено, вот. Но это имеет место быть, это правда так? Человек, вот, простой, который не погружён, не знает, там, каких-то нюансов, он может верить, что действительно у него болит горло, потому что недосказанность. Человек может верить во всё, что угодно, и так обычно и происходит, и, к сожалению, правда, большинство людей верят, ну, не в то, что бы надо бы, а в то, ну, что ему навязывают обычно, вот, из какой-то выгоды. Но суть в том, что даже вот у нас, вот, я обучился и преподаю сейчас в школе психосоматики ПСИ-2.0, да, там в структуре обучения есть германская новая медицина, то есть, это вообще доступная такая информация, можно, знаете, погуглить, да, найти германская новая медицина, там, доктор Хаммер всё это основал, у него чуть глубже эти все, там, не таблица, но, как бы, да, то есть, там, рак желудка, потому-то, 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 то есть, там, я, условно, скажем, такой, я, там, не могу чего-то переварить, там, или какую-то ситуацию, да, это имеет место быть, то есть, здесь, как бы, поглубже, я бы для простых людей, когда мне спрашивают, а что бы почитать, я говорю, ну, вот это, да, то есть, есть определенные книжки, там, Жильбера Львино, «Осцеление воспоминаний», там, «Справочники», ну, то есть, там, есть, то есть, надо, я напишу. Список. Да, список. Но, опять же, да, то есть, люди настолько уникальны, каждый человек, абсолютно каждый, да, что вот моя психика, что она там себе воспримет, что она не может переварить, это же настолько может быть, вот, и в практике, да, мы идём иногда и находим такие вот закруты, там, вот эти заворота, что ни в какие таблицы ты это не впишешь, да, и, окей, желудок, но он, вот, он где-то воспринял, ну, так, что-то там, ну, что, ну, каждый раз это так, это, не знаю, как бы сказать это поприлично, это чертовски интересно каждый раз, вот, просто находить вот эти вот, да, какие-то взаимодействия в психике, это, как Милтон Эриксон, да, ну, я думаю, многие знают, кто такой Эриксон, как бы тот человек, который изобрёл эриксоновский гипноз, как бы его, его структуре, ну, вывел, да, в народ, он, однажды у него спросили, вот у вас сейчас будет человек, да, на сеансе, вы с ним знакомы, вы, в принципе, знаете его, там, историю, там, его заболевания, ещё что-то, наверняка есть план лечения, ну, как у обычного врача же, есть план лечения, вы сейчас какие-то техники уже подготовили на сегодняшний сеанс, знаете, что с ним сделаете? Ну, что он сказал примерно, да, я не запоминаю всё на сто процентов, да, он сказал, я не знаю, что я буду делать сейчас на сеансе, я не знаю, какие техники я буду применять, но мне очень интересно это узнать, и вот с этим, да, посылом всегда, ну, я, допустим, тоже иду на сеансы, я не знаю, что я буду делать. Да, у меня много техник, да, и там остеопатических, и холистической кинезологии, чуть-чуть китайской медицины, и там, ну, и знания медицинские, общемедицинские, да, и там психосоматических тоже, их много-много, и уже из опыта свои, у меня уже какие-то свои, там, техники, инструменты, там, и так дальше. У меня даже сейчас будут авторские курсы в Питере для специалистов, у меня уже пациентка говорит, слушай, я психолог, ну, ты что-то делаешь, я не понимаю, научи, ну, хорошо, я сделаю авторский, ну, вот, то есть, и я иду, и мы что-то делаем, или как я пришёл, помню, мне говорят, давай преподавать, я, я не знаю, как, ну, то есть, серьёзно, то давай, а что бы не попробовать, окей, погнали. Мне дают программу, я понимаю, что я не хочу, как, ну, что это такое? Я прихожу к Мише Филяеву, это организатор, ну, как бы основатель, идейный вдохновитель школы ПСИ-2.0, и говорю, Миша, я не хочу так. Говорит, как ты хочешь? Я говорю, я не знаю, я приду, будут люди, здравствуйте, как дела, кто вы, что хотите, и погнали. Он говорит, ну, слава, вот он великий человек в этом плане, он говорит, идеально, делай, как хочешь, и вот тогда, ну, тогда максимально эффективно, что ты работаешь по схеме, это, ну, странно. Подстраиваться под ситуацию, под людей. Ну, да, то есть, мы идём всегда, я не работаю с диагнозами, не работаю с анализами, я работаю с человеком всегда. Надевайте наушники, приемлем ещё один звонок, а может быть, и не один, вы нам звоните, только что звонили, и перестали, 672-12-93-9, 672-13-93-9, здравствуйте. Я говорю, да, ещё раз, такой маленький вопрос, бич современной, если депрессия, каким образом ты можешь помочь? Похщепать, или это всё-таки другая отрасль, а вы занимаетесь только внутренними болезнями? Ну, там, чем остальное, или как. Не ошибаюсь, может быть. Спасибо. Депрессия, может ли остеопат помочь депрессивному человеку, если я правильно поняла вопрос? Или излечить депрессию? Излечить депрессию, остеопат? Хороший вопрос. Ну, нет, я так не скажу, да, то есть, наверняка, хотя, опять же, все люди разные. Вот почему я так полюбил Таригу, и почему я здесь уже третий год появляюсь? То есть, я начал ездить на семинары к моему, да, учителю, ну, теперь, он остеопат, он известный остеопат, он, не знаю, на мой взгляд, он один из крутейших просто остеопатов. В Риге здесь? В современности, да, он работает, он преподает в Риге, вот. Зовите нам имя этого человека. Артурас Ейшинскас, если я правильно говорю, вот, он просто великий, да, человек, и я очень рад, что я попал к нему, да, и что так вот, ну, вот так как-то я с ним познакомился, но он остеопат, он работает остеопатически, как бы. Но поскольку я имел участие ассистировать на его приеме, на первом это было что-то непонятное, то есть, да, он делает там какие-то манипуляции руками остеопатически, но он при этом что-то иногда так спросит, или как-то так скажет, и вот вроде там одно или два слова, или какое-то предложение, человек уже в совсем другом состоянии, там, рыдает, или смеет, или еще что-то. Когда я был последний раз у него на, да, ассистирование, это было, по-моему, это было в сентябре вот в этом. Я уже, ну, то есть, я уже преподавал к этому моменту психосоматику и понимал, как это работает, я сижу на него, смотрю и понимаю, что он делает, ну, то же самое, что и я, работая в психосоматике, ну, то есть. Хотя он не учился в школе МСИ-2.0, да, то есть он как-то до этого дошел. Вот, поэтому какой остеопат может или не может, да, помочь с депрессией, вот я уверен, что он может, да, то есть, если брать классическое остеопатическое образование, улучшая общее состояние организма, мы так или иначе будем улучшать психологическое, да, психическое состояние. Потому что когда у тебя меньше болит чего-то, да, или тебе как-то свободнее дышится или живется, оксигенация крови улучшается, там, да, кровообращение, микроциркуляция, тебе, ну, ты чувствуешь себя по-другому, да, если у тебя все время напряжение в затылке, там, подзатылочные мышцы, у тебя кровообращение плохое, у тебя голова все время такая чуть-чуть нехорошая, когда лучше, так тебе и лучше, и соображается, и живется. То есть, если вот с таким образом, да, с такого ракурса смотреть на это, то да, можно сделать получше. Если речь идет о клиническом диагнозе прям депрессии, депрессивных состояний, то я бы не сказал, да, про, здесь именно речь идет о психосоматическом лечении, даже вот психологической нет, психосоматической может быть где-то даже в консенсусе, да, в какой-то коллаборации, как сейчас говорится, с психиатром, возможно, возможно даже так. То есть, если прям клиническая депрессия, прям, ну-ка, да, ну, все серьезно, и уже человек, если сидит, допустим, на препаратах каких-то, то мы как-то, да, взаимодействуем с психиатром и психосоматическим терапевтом, допустим. Совместно. То есть, ну, остеопатический, ну, я бы не взялся, так сказать. Какие болезни, вот мы выяснили, что у детей это аллергия, все-таки самая, самая частая причина для того, чтобы обратиться к специалисту по психосоматике? Это в моем опыте именно, да. Ну, я думаю, что в общем, скорее всего, что дети, ну, чаще всего, я могу так предположить, возможно, ошибаюсь, но одна из таких больших пластов, скажем так, что, а вот взрослые люди, с чем они чаще, вот, болезнь от нервов? Это желудок, головные боли? Да, много чего, на самом деле. Штука в том, что даже Всемирная ассоциация здравоохранения признала, признала, то есть, это глобальная структура, она признала, что у 80% заболеваний вообще всех существующих есть психосоматический компонент. То есть, она признала, что 80%, на мой взгляд, у всех 100% есть психосоматический компонент. Один из хотя бы. Да, а уж там, не знаю, половина, а то у всех 80%, психосоматический, он главный, да, то есть, ну, это причина возникновения. Потому что, опять же, изучая германскую новую медицину, мы понимаем, что всё, что происходит в теле, не просто так. То есть, есть определённая специальная биологическая программа, да, то есть, у меня будет семинар вот летом в Риге, да, и мы будем разбирать подробно. То есть, я не могу обойтись, я не очень люблю схему, но вот в этом плане я люблю. Потому что мне в какой-то момент это помогло понять, что это не кара Божья, это я не такой дурачок, и за прошлые грехи мне воздалось. Как бы и да, но нет. Потому что, когда я говорю, что кара Божья, я как бы ни за что не ответственный. И вот это главная ошибка. Потому что ты как бы жил каким-то образом и пришёл к тому, к чему пришёл. Пойми, что больше делать так не нужно, как ты делал. Поменяй свой там, да, ритм жизни, там, питание, всё что угодно. И тогда ты придёшь, ну, возьми ответственность за себя. То есть, когда мы говорим, что это вот карма за прошлой жизнью, я ничего не помню, поэтому ничего сделаю. Такое, ну, как бы я типа ни в чём не виноват, ребята. Ну, я больной, жалейте меня, ну, тут куча там вторичных, может быть. Вот о чём. О том, что всё, что происходит в теле, не просто так. Есть определённые моменты. И понимая эти моменты, можно и с ними работать. И тогда болезни ненужным будет возникать в твоём теле. Вот и всё. Поэтому, да, хоть с чем можно обращаться. Масса всего. Вы отказывались когда-нибудь от клиентов? Вот был человек, пришёл, он вроде как понимает, что вот он хочет попасть к вам. Или лично к вам, или просто к специалисту во психосоматике. Вы начинаете с ним работать и понимаете, что он не воспринимается, что вы говорите. Никак всё блокирует и бесполезно это, например. Их немного, да. Но такие были люди. Допустим, у меня была пациентка, которая, ну, я периодически её наблюдал остеопатически, да. Причём был хороший результат, ну, достаточно. Но вот эта история, да, когда она, ну, ушла на год, а через год пришла, и вот похожая, да. И в какой-то момент она приходит, там, по-моему, уже через пару лет она вернулась. Говорит, вот там в шее что-то. Я с ней работаю и понимаю, что это психосоматик. Я говорю, я ей задаю вопрос, а что там с мамой? А нет, я ей говорю, а куда вы всю жизнь бежите? Она начинает рыдать. Я такой, ну, а от кого вы всю жизнь бежите? Она начинает рыдать, я такой, что такое? Она говорит, от мамы там, от этого всё. Я говорю, как у вас с мамой дела? Я знаю, я уже 6 лет по психологам, там, бла-бла-бла. Но если она рыдает до сих пор при упоминании о маме, ну, значит, не проработана тема. Да, может быть, её как-то там психологи компенсируют, но нет. Вот, я говорю, ну, вот мы с ней что-то делаем в течение остеопатического сеанса. Ну, это буквально там минут 15-20. Она встаёт и говорит, ну, я не хочу тоже показаться тут прям великим. Но она мне говорит действительно простую фразу. Говорит, знаете, вы сделали за 20 минут то, что я не могла сделать за 6 лет у психологов. Мне стало прям гораздо легче. Говорит, окей, то есть я вижу результат. Здорово, хорошо, мне нравится. Я ей говорю, ну, давайте теперь поработаем, ну, поприцельнее. Приходите на психосоматику, там, ну, за 2 часа мы успеем раскопать многое. Она говорит, хорошо. И приходишь за определённое время. Говорит, я на остеопатию. Я говорю, почему? Ну, я от чего-то не готова. Ну, как бы. Я говорю, я не могу вам помочь тогда, потому что у вас чёткая, и вы уже точно сами знаете, что у вас чёткая проблема психосоматики. А я не готова. Если ты не готова, то я ничего не могу сделать. То есть, ну, вот никак. Я даже не буду тратить время, деньги там, человеку. Ну, потому что. Или было пару историй, когда мужчина приходит и говорит, чего, собственно, ну, как бы, что? У меня жена привела. Ну, прости, нет. Ну, то есть, нет. Заберите свои деньги, уходи. Ну, то есть, нет, извините, но, как бы, ты хочешь изменений? Нет. Ну, захочешь, приходи. У нас минута остаётся буквально до конца эфира, даже меньше. Очень коротко. Как вы считаете, с серьёзной медициной, с психосоматикой, когда общество, именно люди начнут воспринимать? Часть людей уже начала воспринимать серьёзно. И даже уже врачи, некоторые врачи официальные, говорят, что, знаете, что-то у вас не так, и вот обратитесь к психологу, либо к психотерапевту, либо к специалисту в психосоматике. Коротко тоже, буквально пару секунд. Где, когда вас можно будет услышать? Услышать завтра, у меня будет открытая лекция в Риге. Я не помню название улиц, честно говоря. Урены, урекстес елотрис. Вот, урекстес елотрис, завтра в 12 часов можете приходить. Да, и летом у меня будет семинар ещё в Риге. Ну, я думаю, мы объявим где-то дополнительно. Спасибо большое, врач-рук, клинический психолог, главная специалист по психосоматике Илья Зарёнок, был у нас сегодня в студии. Всего хорошего. Спасибо.